Уважаемые коллеги, в начале техническое замечание. Я начинаю со второго доклада. Любезно разрешение было нам дано варьировать в рамках своего времени, поэтому я считаю это наиболее важным. А по остаточному принципу, если останется время после доклада и замечаний, по теории относительности, там не творческие разработки, там в основном критические замечания. Итак, физика и метафизика света. Мало кто сомневается в том, что свет — это одно из самых темных понятий современной физики. И спор нескольких последних столетий, волны или частицы закончился компромиссом. Свет стали считать волной и частицей одновременно. Успешное применение квантовой теории при решении прикладных задач фактически канонизировало корпускулярно-волновой дуализм, который был введен в аксиоматику квантовой модели. Однако, несмотря на впечатляющие успехи, физической ясности, как многие не сомневаются, в современных квантовалитетических моделях нет. Модель квантоизлучения, в частности, построена формально. Физическая природа не ясна до сих пор. И за последние десятилетия изучаются в основном лазерные излучения, другие техногенные излучения, а какого-либо прогресса в изучении естественного теплового излучения не замечено. Хотя есть основания полагать, что это, в общем-то, структурно разное образование. Ну, в частности, вот по неясности, в физическом, в академическом издании 70-го года, на слайде он идет первый, фотон определялся как элементарная частица света, имеющая массу, энергию, импульс и спин. Это, напоминаю, 1970-й год, издание Академии Ноксер. Световой квант определялся как энергия фотона. Фотон и квант были разными понятиями. Теперь в научных изданиях конца 20-го столетия, например, в том, что указано под номером 2, понятия фотон и квант не различаются. А о фотоне написано, это элементарная частица или квант электромагнитного излучения с массой покоя равной нулю. О кванте света сказано, что это то же самое, что фотон. То есть, возвращайтесь на предыдущую позицию. А фотон в современной теории – это элементарная, точечная, безмассовая и беструктурная частица. Считается, что фотон движется с численно одинаковой скоростью для всех наблюдателей, которые находятся в различных инвестиционных системах отчета. Уже один только этот физически немоделируемый постулат не дает практически никаких шансов на построение физически непротиворечивой теории света в рамках квантовалитической парадигмы. Формализация понятия «скорость света» – это сильнейший тормоз для физического моделирования. Несмотря на предполагаемую инвариантность скорости, фотон может иметь различную энергию, импульс, имеет спин, поляризацию, может терять или приобретать энергию при взаимодействии с существом. Сечение рассеяния фотона на фотоне не равно нулю. Изменение характера движения источника света относительно наблюдателя приводит к эффекту Доплера. Продолжительность излучения фотона атомом или молекулой, конечное излучение происходит немгновенно. Перечисленные факты противоречат утверждению об элементарности фотона. Ну, нельзя утверждать, что противоречия теории не были замечены. Например, Деброль считал, что фотон с энергией ашню может быть образован двумя нейтрина с энергией ашню пополам. Иордан, например, полагал, что фотон – это параллельно движущаяся, то есть когерентная нейтрина и антинейтрина. В нашей стране эти работы продолжал Соколов. В настоящее время ряд неортодоксальных современных исследователей моделирует фотон на основе представления об эфире. В качестве примера можно сослаться на ставшие уже, можно сказать, христианатийными работы Отсюковского, Бураго, Базеева, Шульги, Науменко, Политьвенко, Чанкина, Клевцова, Королькевича, Болдырева и Сотина, ряд других, прошу извините, если кого-то не назвал в этом списке. Список очень большой. Работы многих неортодоксальных авторов красивы и по-настоящему оригинальны. Имея в целом критический созидательный характер, они заполняют пустоту, которая образовалась в физическом мышлении, в современных условиях, когда формально-математические методы исследования отодвинули на задний план исследования физической сущности явлений, раскрытие причинно-следственных связей между элементами материального мира. Однако, решая часть проблем, многие работы порождают или слабо обоснованы, или не доведены до конца, или порождают другие проблемы и даже противоречия. Некоторые базируются на умозрительных представлениях, не имеющих даже в принципе связи с экспериментом. Представляемая вашу вниманию работа базируется на результатах известных экспериментов и имеет наглядное описание. Как итог получено? Во-первых, качественное понимание волновых и паскулярных свойств излучения в рамках одной модели. И во-вторых, разработаны идеи экспериментов, один из них я здесь представлю, по проверке структуры кванта естественного излучения. Основное положение предлагаемой модели опубликовано, поэтому цель доклада не рассказать все до этого невозможно, а привлечь внимание. Поскольку публикации были не в рецензируемых журналах, индустрия науки не желает проделать даже сравнительно недорогие эксперименты. Доклад назван «Физикой и метафизикой света». Поясню понятие. Физика – это наука и исходное положение, которое проверяется опытом. То есть в этой части я буду говорить о том, что выходит на эксперимент. Во второй части метафизика. Метафизика науку мозрительно описывает то, что сегодня за пределами опыта. И в предлагаемом вашем внимании докладе представлены и то, и другое. Сначала о физике. Известно, что между энергией кванта, электромагнитного излучения, и частотой существует соотношение один, где аж постоянная планка с размерностью действия или момент количества движения. Вот покажем, что наличие константы в данном соотношении соответствует или свидетельствует о дискретной структуре самого кванта. Дискретная структура самого кванта, повторяю. Частота, ню и период, величина взаимнообратная, поэтому первое уравнение можно переписать в виде 2. И если бы энергия одного кванта излучалась непрерывно, энергия одного кванта излучалась непрерывно в течение времени Т, то существовала бы пропорциональность вида 3. Но из 2 следует пропорциональность вида 4. Следовательно, период Т не характеризует квант в целом, а характеризует скорость некого энергетического процесса. В акте излучения кванта интервал времени Т это или длительность некоторого микропроцесса внутри одного кванта, из которых состоит процесс излучения, или промежуток времени между актами излучения некоторых порций энергии в рамках, опять же, одного кванта. Чем меньше этот интервал, тем больше энергии излучается за все время излучения кванта. Математическое соотношение 2 подсказывает. Природа устроена таким образом, что сам квант состоит из еще более микроскопических элементов. В ортодоксальной квантовой теории это явление названо вторичным квантованием. Оно не было обойдено вниманием. Но рассматривается формально, а физическая суть вторичного квантования не анализируется. В опытах со светом определяется либо локализованная энергия, носители этой энергии мы называем частицей, либо пространственно распределенной энергии. В этом случае мы говорим о волне. Для моделирования физической природы дуальных особенностей света можно поступать двояко. Либо считать первичной модель континуума волны и постараться тогда понять, откуда в этом случае появляется дискретность. Либо отказаться от идеи точечности частицы и конструировать модель частицы как периодическую структуру, состоящую из потока некоторых дискретных элементов. В математическом смысле периодичность порождает волновые свойства с квантом, представляемым в виде периодически повторяющегося процесса, можно неформально связать и понятие периода, и понятие частоты. Положения физической науки обязаны базироваться на опытных данных. Время излучения кванта атомами или молекулой конечно. Это экспериментальный факт. Например, время излучения кванта в оптическом диапазоне имеет порядок 10 минус 8 секунды. Если квант-фотон точечный, тогда что происходит за время огромное по масштабам микромира? Мы знаем, что в современной физике до 10 минус 13 секунды время измеряется непосредственно, а далее косвенными способами через соотношение определенностей. То есть до 10 минус 24 секунды доходят периоды оцениваемых промежутков времени. Так вот, 10 минус 8 – это вечность. Если квант-фотон точечный, тогда что происходит за время огромное по масштабам микромира? Нелепо предполагать, что на теле атомы вырастают нечто вроде почечки такой. Эта почка вдруг отрывается и улетает от атома со скоростью С. Наиболее естественно предположить, что процесс излучения идет непрерывно в течение этого времени, 10 минус 8 секунды, а квант – это протяженный в пространстве объект, вытянутый в направлении движения. Его протяженность в пространстве вдоль направления движения в современной оптике косвенно признается в виде терминов длина когерентности или цукволн. Гипотеза. Это одна гипотеза в моей работе. Гипотеза отличается от постулата тем, что она, в принципе, проверяема. Гипотеза. Квант излучения состоит из совокупности микроквантов, имеющих одинаковую энергию. Микрокванты – это элементарный носитель возбуждения физического вакуума или эфира, или среды, как угодно можно называть. Энергию микрокванта обозначим H с индексом E. У меня индекс не получился, прошу простить. Численно равный, постоянная планка, но в единицах энергии. Это порция энергии, это минимально возможная порция энергии, участвующая в акте излучения. Скорость микрокванты относительно физической среды – одна из характеристик среды. Не зависит от скорости движения источника излучения относительной среды. И дальше я назову эту частицу фот. И в дальнейшем это будет ну, как бы сокращенное название фотон. Фот. Базируясь только на этой гипотезе, логическим путем были выведены некоторые базисные положения физики. Они все опубликованы, поэтому я только перечислю. Приведем некоторые из них. Первое. Минимально возможная порция энергии излучения равна H энергетическая пополам. Это первая формула, вот на этом слайде. Второе. В любых процессах должно выполняться условие, что дельта Е больше, чем вот эта минимальная порция энергии. То есть измеренное значение энергии излучения не может быть меньше минимально возможной порции энергии. Это очевидная истина. Вот из этого положения легко получаться соотношение определенности Гейземеля для энергии и времени. Это три формулы. Далее. Для энергии как суммы минимальных порций энергии выведено два соотношения. Одно из них, первое на слайде, шесть. Энергия. Это N плюс одна вторая в скобочках умножена на H энергетическая. Это набор возможных энергетических уровней атома, которые в квантовой механике описываются формулы для собственных значений оператора энергии. Формула два. И второе соотношение выведено, это третье здесь на слайде. Значит, это энергия квантоизлучения, состоящего из N-фотов. В общепринятой теории целое число интерпретироваться как частота электромагнитного излучения, а константа H имеет размерность энергии на время. В нашей модели это целое безразмерное число, а константа имеет размерность энергии. Далее. Пусть атом излучает в некотором направлении квант энергии в виде последовательности фото. На рисунке фото обозначены как бесструктурные элементы, точки или шарики. Отмечу это пока. Дальше это в разделе метафизика появится структура. Количество шариков на рисунке многократно на много порядков занижено. Потом я приведу эти численные оценки. Период времени между двумя актами излучения фото определяется конкретикой перехода атома или молекулы из одного состояния в другое. Направление излучения определяется характером взаимодействия атома с другими атомами в существующем момент излучения. Ни то, ни другое на данном этапе пока не моделируем, не рассматриваем также структуру фото, считая просто пока формально элементарным носительным возбуждением среды. Условно считая расстояние между фотами длиной волны легко выводится классическая аналитивистская формула для эффекта Доплера. Забегая вперед замечу, что расстояние между фотами это не длина волны, но в силу общности вывода результат можно применить для любых пространственных интервалов и для длины волны в том числе. Вывод в данном докладе не привожу, так как он, во-первых, опубликован, а во-вторых, прошел апробацию непримиримых оппонентов. Сказано было примерно так. Подумаешь, вывод эффекта Доплера стандартная студенческая задача. Следует отметить, что сравнительно недавно в Санкт-Петербургском радиоинституте имени Хлопина вот эта публикация как раз показана на слайде, была подтверждена классическая, а не литивистская формула для эффекта Доплера. Роль подвижного излучателя выполняли возбужденные атомы водорода, получающиеся при развале ускоренных ионах H3+. Я ссылаюсь в данном случае на публикацию Побиналосова. Теперь о проекте эксперимента. Существенная особенность предлагаемой модели это пространственная протяженность кванта вдоль направления движения, что фактически отрицает существование кванта фотона как точной частицы. Косвенно определяемый параметр частота при прохождении света через весе ствол считается постоянной величиной изменяющейся считается длина волны. В нашей модели параметр частота заменяется параметром количества фотов. Таким образом, если поставить эксперимент, в котором от протяженного кванта известный энергий будет отсекаться часть фотов, то изменится энергетическая характеристика принимаемого излучения, так как в одном акте поглощения кванта будет участвовать меньшее число фотов. Согласно общепринятым представлениям, уменьшение энергии квантов связано с уменьшением частоты. В нашей модели это означает уменьшение числа фотов в одном кванте. Для уменьшения энергии кванта нужно отсечь от кванта часть фотов. Регистрирующий датчик должен быть основан на корпускулярных свойствах света, например, на фотоэффекте. При положительном результате ожидается исчезновение фотоэффекта. Регистрация света с помощью датчика, использующего волновые свойства, вероятнее всего, не даст положительного результата, так как кинематические параметры, то есть расстояние между фотами если стоять вблизи железнодорожного полотна и слушать удары колес на стыках рельсов, то при одной и той же скорости поезда мы не заметим разницы, если от состава отсоединили половину вагонов. А это заметят в конечном пункте, туда, где вагоны придут. При проведении эксперимента для исключения эффектов нелинейного характера следует использовать не лазерный, а естественный монохроматический свет. Отсеть часть фотона вдоль направления движения можно с помощью кольца-обтюратора с узкими щелями или с помощью электрооптического затвора. Требуемое время просветления затвора для оптических квантов должно быть менее 10-8 секунды и для электрооптических затворов, насколько я получил информацию, консультируясь у специалистов, это вполне доступно. Если кванты фотоны точечные, то они пройдут через открывшееся отверстие практически мгновенно. И в этом случае наблюдаться будет только уменьшение интенсивности прошедшего света и слабый дифракционный эффект. Протяженные кванты будут уменьшены подлиннее. В тех явлениях, где проявляется корпускулярная природа света, будет наблюдаться уменьшение энергии квантов. Определив, экспериментально уменьшается ли энергия квантов, можно подтвердить или провернуть прилагаемую физическую модель. В настоящее время вышеописанный эксперимент еще не осуществлен. Теперь несколько слов о метафизике, может быть, даже больше, чем о физике, о метафизике света. Сначала о массе кванта. Как определено в современных научных изданиях, например, в источнике 2, который я уже указывал, фотон, это элементарная частица одновременно кванта электромагнитного излучения с массой покоя, равной нулю. Приводится экспериментально данное для массы покоя фотона. Вот верхняя строка в долях электрона указана и непосредственно число в граммах. Это то, что в ортодоксальной литературе, в энциклопедической литературе указано. Такие опытные данные не могут быть, естественно, получены непосредственно, поскольку не существует система отчетов, в которой фотон покоится. Оценка массы фотона, это, конечно же, косвенно полученная величина следствия некоторой теоретической модели. И квантоизлучение в целом, и фот, это материальные объекты, и, следовательно, должны иметь инертную массу. Это следует, в частности, из опытов Лебедева по определению светового давления. Но такое утверждение относится исключительно к динамической массе. Поскольку частицы света существуют лишь в состоянии движения, формально, подчеркиваю, формально можно считать, что их масса и энергия в состоянии покоя равна нулю. Другими словами, фотон в состоянии покоя не существует. Расчеты, проведенные в рамках нашей модели. Для массы фото дают значение М0, приведено на слайде 9. М0. Столь малое значение сегодня невозможно измерить непосредственно, поэтому полученный результат это не физика, а метафизика, или, можно сказать, метаоптика, так же, кстати, как и планковские величины. Близость численных оценок может быть и случайной, но существенно то, что значение М гамма не равно динамической массе кванта М фотона, получаемое из соотношения ашнюром на М фотона С квадрата. Например, для фотона с длиной волны 600 нанометров оценка динамической массы дает значение порядка 10-33 грамма. Большое расхождение в численной оценке 10-33, 10-48 убеждают в том, что масса М гамма, которая указана в академических изданиях, не может быть массой фотона отразделяемого с квантом энергии излучения. В нашей модели появляется намек на то, что оценочное значение массы 10-48 там сравниваем 10-47 оценочное значение массы относится к структурным элементам кванта излучения фотом. Можно предположить, что фото это те самые виртуальные фотоны, которые могут быть в принципе ответственны за электромагнитное взаимодействие современной квантовой теории. Правда, я в это не углубляюсь, просто провожу такую оценку. Отождествление понятий квант, излучение и фотон приводит к противоречию в численной оценке и требует пересмотра. Теперь о кинематических параметрах кванта. У меня ссылка будет на эти источники. Из опытов известно, что время излучения кванта атомом или молекулой конечно. Первые экспериментальные данные получены Вином в опытах со свечением канавовых лучей. Источник 4 источник информации точных данных для каждой длины волны в спектре излучения каждого элемента нет, так как время излучения определялось через прослеживание убывания интенсивности вдоль пучка каналовых лучей. Следовательно, результаты экспериментов имеют смысл средних во времени. Классические расчеты для излучения сцелятора и квантовые расчеты вероятностные дают результаты хорошо согласующиеся с экспериментом, но эти результаты имеют также оценочную точность. Я проверял по нескольким источникам расхождение в результатах расчетов времени излучения различными методами доходит до 38%. Для предварительного качественного анализа подходят любые значения, полученные в рамках общепринятой модели. Рассмотрим квант излучения при переходе 3D2P в атоме водорода. Это первая линия серии Бальмера. Экспериментальное значение волны здесь вот оно указано на слайде, а время излучения в этом переходе также указано на слайде. Ссылка на литературу Гершанзон и Собельман. В публикации в материалах Конгресса это есть все подробно. Результаты расчетов приведены далее. Что получается? Вот далее на двух слайдах значит что будет. Вначале идет термин, который используется в современной физике, а в скобках идет мой термин, а дальше идет значение. Итак, длина когерентности у меня эта длина кванта она отображена для этого перехода это 4,6 метра. Частота излучения в герцах у меня это число фото в кванте безразмерная величина порядка 4,5 на 10,14. Длина волны обратите внимание пока возникает интрига, то есть длина волны есть в ортодоксальной теории, пока я ее не ввел, я ее введу через какое-то время. 656,28 нанометров. Дальше три понятия для которых нет аналога в современной физике у меня не появляются. Первое расстояние в пространстве между фотами порядка 10,14 метра количество фото на длине волны безразмерная величина вот она у меня указана и количество длин волн в одном кванте безразмерная величина. Полученные результаты конечно же требуют обсуждения. Во-первых, в одном кванте содержится огромное количество величин именуемых волнами. В кванте рассматриваемого вида количество волн более 7 миллионов. Это проясняет физический смысл корпускулярно-волнового дуализма. А именно, квант излучения или фотон в процессе взаимодействия с существом проявляет себя как частица, если энергия кванта поглощается атомом молекулы целиком. То есть вся энергия кванта пространственно локализуется. Именно это происходит при поглощении кванта атомом, молекулой или связанным электроном. В процессах, в которых проявляется не поглощение энергии, а взаимодействие компонент излучения между собой, существенно то, что квант содержит огромное количество компонентов. Математическое описание взаимодействия этих компонентов, имеющего периодический характер, совпадает с математическим описанием волнового процесса. Во-вторых, в классической теории на одной длине когерентности укладывается цуг волн, много волн. И вдоль этого цуга волн должна быть размазана энергия одного кванта. В квантовой же теории фотон считается точечным, не имеющим пространственной протяженности, хотя время излучения фотона конечно и непонятно, что происходит между моментом начала излучения фотона и моментом завершения излучения фотона. В квантовой теории невозможно построить ясную качественную модель понять физический смысл использован в понятии величин. Классическая волновая и квантовая модели не только дополняют друг друга, но и в некотором смысле противоречат друг другу. В нашей модели некоторые понятия, например, длина когерентности получили качественное осмысление, но по-прежнему неясно, с каким физическим явлением связана понятие длина волны. Я просто постепенно подвожу слушателей к этому понятию. Приведенные численные конкретно видоизлучения 3D2P переход. Проведя расчет для другой линии спектра водорода или для другого химического элемента получим другие численные значения. На слайдах 12 и 13 видно, что единственной неясной физической величиной в нашей модели является величина, которая соответствует понятию длина волны классической модели. Мы получили расчетным путем, что на пространственной длине кванта должно укладываться большое количество длиных волн. 7 на 10 шестой это значение по порядку величины с числом оборотов совпадает по порядку величины с числом оборотов электрона в переходе между соседними стационарными орбитами, которые получил Шедловский источник 8 на основе классических представлений. Далее полученное в результате расчета расстояния между фотами по направлению светового луча 10-14 совпадает по порядку величины с размерами ячейки пространства 0,56 на 10 минус 14 которое было введено Станюковичем это источник информации 9 а также практически совпадает с классическим диаметром электрона разумеется такие совпадения могут быть и случайными это понятно но когда их количество становится заметным возможно тут что-то есть так теперь переходим к физическому смыслу понятие длина волны на рисунке который был приведен компоненты кванта это фото изображены в виде беструктурных шариков такое приближенное рассмотрение позволило прояснить некоторые особенности излучения но для того чтобы понять что такое электромагнитная волна представления о беструктурных фотах недостаточно экспериментальные факты существенные для дальнейшего углубления качественной модели таковы первое время излучения кванта атомом молекулой конечное в пространстве объект вытянутый в направлении движения второе квант имеет спин следовательно содержит вращающиеся компоненты и третье квант излучения при взаимодействии с веществом порождает в нем электромагнитное возбуждение а при столкновении двух квантов с достаточной для этого энергией может рождаться пара противоположных заряженных частиц электрон-позитрон следовательно квант каким-то образом связан с электрическими зарядами хотя сам электрически нейтрален объединяя пространственную протяженность наличие вращения а также электрическую нейтральность при потенциально существующей связи с электрическими зарядами можно предположить следующую структуру кванта и фото часть кванта фото это элементарное возбуждение среды обладающая свойствами материального объекта но не существующая в состоянии покоя элементарное возбуждение среды возникает при торможении заряженной частицы то есть это в принципе В принципе, синхротронный эффект. При переходе атома из возбужденного в стационарное состояние электрон, двигаясь по криволинейной траектории, отдает энергию среде в том направлении, которое в акте данного конкретного излучения индуцировано характером взаимодействия с физическим окружением. И неподвижный, и движущийся электрон поляризует среду. Появляются микродиполи, связанные плюс-минус парой, на которой расщепляются нейтральные частицы среды. Сегодня мы не знаем, что это за частицы, что такое физический вакуум, эфир и так далее в целом, но опираясь на известное, можем догадываться, есть разработки, но конкретно еще до конца не ясно. Опираясь на известный экспериментальный факт, имеем возможность моделировать отдельное свойство этой среды. При каждом обороте вокруг ядра электрон сообщает ближайшему из микродиполей поступательное и вращательное движение. При этом электрон теряет порцию энергии аж с индексом Э. В пространстве появляется вращающаяся и двигающая поступательно плюс-минус пара. Это и есть то, что названо нами фотом. Но плюс-минус пара – это не электрон и позитрон или другие известные сегодня заряженные частицы. Для такого отождествления энергии фото недостаточно. Модуль электрического заряда элементов плюс-минус пары не равен модулю заряда электрона и позитрона. Паре заряженных плюс-минус субквантов сегодня нет аналогов физики частиц. Вдали от неподвижной заряженной частицы поляризация среды постепенно угасает. Так как заряды элементов плюс-минус паре противоположны, в статическом варианте вдали от электрона поляризация должна была бы исчезнуть или практически на ноль свистись. Но у движущихся плюс-минус пар это не происходит. Сближение заряженных элементов диполя препятствует вращение пары и сопутствующее вращению центробежной силы. Кулоновская сила выступает в данном случае в качестве центростремительной силы. Фоты вращаются, перемещаются в вакууме к перпендикулярной плоскости вращения. Вращение может быть как вправо, так и влево по ходу движения по часовой стрелке или против часовой стрелки, что и определяет направление спина. Путь, пройденный фотом за один полный оборот вдоль направления распространения света, и определяет длину волны лямбда. Путь, пройденный вот этой плюс-минус парой за один полный оборот. Можно считать, что вектор напряженности электрического поля, направленный к плюс-микрозаряду, совпадает по направлению с вектором напряженности электрического поля классической электромагнитной волны. Если при взаимодействии с веществом воздействие на вещество двух разных фото происходит одновременно, и при этом направления векторов Е совпадают, то возможно усиление интенсивности света как результат суммарного и синхронного воздействия электрического поля. Если при этом направления векторов не совпадают, то возможно уменьшение интенсивности. В целом это и есть интерференция. В рамках предложенной качественной модели становится очевидной зависимость интерференции и от лямбда, и от когерентности источников света. Движение любой точки фото, кроме центральной, можно представить геометрически в виде винтовой линии, вытянутой в направлении движения. Повторяю, любая точка, кроме центральной. Центры фото движутся строго по прямой линии, если нет воздействия гравитационных полей. Движение центров заряженных микроквантов каждой пары дают витую пару траекторий, расположенных на поверхности воображаемого цилиндра. Таким образом, квант имеет микросечение и макродлину. В макроскопическом смысле это тонкоцилиндрическая игла, летящая в направлении, совпадающей с продольной осью иглы. Квант не является сплошным телом. Воображаемые стенки цилиндра иглы образованы винтовыми траекториями субквантов. И квант в целом электрически нейтрален, так как на больших расстояниях воздействие от плюс и минус микроквантов усредняется. Теперь волновые свойства света. Предлагаемой модели проявление волновых свойств связано с внутренней структурой кванта. Модель не отменяет математический аппарат волновой модели. При этом основная цель и главный результат – углубление понимания физической сущности явления, устранение парадоксов и формализма. Если множество одновременно движущихся в пространстве пар одного и того же кванта мысленно зафиксировать и спроектировать, квант движется слева направо на рисунке, и спроектировать на плоскость параллельную траекторию кванта, мы можем увидеть, в кавычках, конечно, мгновенную картину, схематически изображенную на рисунке. На уровне А вектор электрического поля, то есть от плюса к минусу микрокванта, параллелен плоскости и направлен вниз. На уровне В вектор Е также параллелен плоскости и направлен от плюса к минусу, но уже вверх. На уровнях С и Д вектор Е перпендикулярен плоскости. При этом, если вектор Е вращается по часовой стрелке, по ходу движения, то есть вправо, то в С он направлен от нас, а на уровне Д к нам. Общепринятое изображение электромагнитной волны чрезмерно формализовано. Магнитное поле имеет вихревой характер, поэтому его нельзя изображать так, как обычно изображается на слайде 17 во всех учебниках, и так, как изображается электрическое поле. На рисунке вихревое магнитное поле, на предыдущем рисунке вихревое магнитное поле, следовало бы изобразить системой окружностей вокруг оси, вдоль которой распространяется свет, так как движущиеся пространства плюс-минус элементы – это электрические токи. Ну, кстати, у меня как-то появилась мысль, не являются ли они теми токами смещения, которые имел в виду Максвелл. На этом рисунке магнитное поле не изображено. Это понятие имеет вспомогательный характер, так как воздействие кванта на химическую систему и другие системы связаны, прежде всего, с электрическим полем. Сейчас все больше и больше исследователей приходят к тому, что магнитное поле – это вообще эффект искажения электрического поля в состоянии движения, и как самостоятельный объект, его не существует. Расстояние А, Б, А, А, Б, А, или расстояние Б, А, Б, или С, Д, С, или Д, С, Д на рисунке соответствуют длине волны. Модуль вектора Е вдоль кванта везде имеет постоянное значение, различаясь лишь фазой вращения, то есть направлением. В стандартном способе представления электромагнитной волны вектора Е и Аж одновременно достигают максимального значения и нулевого значения. В этом случае мгновенное значение вектора пойнтинга, которое вычисляется через произведение электрической и магнитной напряженности, различно во всех точках пространства вдоль направления движения. Это уже не волновая модель, так как энергия вдоль направления движения распределена дискретно. В нашем случае волновая интерпретация последовательна и не имеет внутренних противоречий. Теперь несколько слов о спине фотона. Введя для фото энергию вращательного движения, а вот вектор пойнтинга, энергию вращательного движения для фото в виде жи омега квадрат пополам, где жи это момент инерции, омега циклическая частота вращения, а также применив теорему о равном распределении энергии по степеням свободы, вращательный и поступательный в нашем случае, была выведена величина момента импульса спина кванта. Причем эта величина никак не зависит от конкретного вида кванта. Для всех квантов она равна H, Гиркова, или H приведенная. Сам факт такого вывода опровергает запрент ортодоксальной квантовой теории на наглядное моделирование явления. В частности, вот если взять учебник физики Сивухина, курс общей физики для университетов, то на странице 9 издания 1986 года он пишет, что человеческое воображение не в состоянии представить образ, который бы соответствовал свойствам волны и частицы. То есть это фактически зомбирование студента. Редкий студент, усвоив хорошо этот курс, после этого будет заниматься размышлениями о структуре того, что подвергается насмешкам, в общем-то. При столкновении кванта с атомом эта энергия передается тому из электронов атома, частота вращения которого вокруг ядра совпадает с частотой прихода очередного фото. При этом увеличивается энергия вращательного движения электрона, и он переводится на более высокий энергетический уровень. Это проясняет причину дискретности энергетических переходов в атоме, но не проясняет причину длительного существования атома лишь в определенных стационарных состояниях. Если фото тождественны, а линейная скорость вращения фото для всех квантов одинакова, если, то один оборот пары фото требует одинакового времени, и поступательно за один оборот все фото должны проходить одинаковый путь. В результате у всех квантов должен быть одинаковый параметр – длина волны. Это противоречие, и оно заставляет предположить, что фото тождественны друг к другу кинематически только в рамках одного кванта. Фото разных квантов тождественны лишь энергетически, но при этом для всех квантов должно выполняться условие. Оно выполнено третьей строкой R квадрата мега квадрат константа. Причем в рамках данной аксиоматики оно выведено строго. Я эту работу так штрихпунктированно вам рассказываю. Здесь R – это радиус вращения плюс-минус микроквантов. Чем больше частота, тем меньше период оборота. Следовательно, при постоянной поступательной скорости длина волны кванта будет меньше. Но чем больше омега, тем меньше R. Игла кванта с меньшей длиной волны будет тоньше, так как сечение и фото, и кванта в целом пропорционально R квадрат. Образно говоря, чем сильнее цилиндр игла кванта будет скручен, тем он будет тоньше. Но возникает вопрос, не в этом ли причина большей проницаемости квантов, имеющих больше энергии. Практически такой же результат получен в квантовой электродинамике. В монографии Ахиезера, здесь приводится ссылка, формула приведена для сечения фотона на фотоне, это формула сигма равно 20 делён на омега, предыдущая, в которой сигма измеряется в квадратных сантиметров, то есть имеет смысл площади. Но из этой формулы следует, что сигма омега квадрат равно константе. На площади круга сечение фотона пропорционально R квадрат, и поэтому получена зависимость между сечением фотона и частотой. В нашей модели такая же, как квантовой динамики, но различается тем, что здесь вкладывается физический смысл, там всё получается на кончике пера. Корпускулярное свойство света. Несмотря на огромную для масштабов микромира протяжённость, ввиду малости временного интервала, в течение которого фото пролетают мимо любого относительно неподвижного объекта атома или молекулы, а также ввиду относительной инерционности объектов микромира, кванты могут поглощаться этими микрообъектами целиком. Квант-фотон воспринимается как отдельная частица только в процессе такого взаимодействия с микрообъектом, когда эффект взаимодействия микрообъекта с фотами может накапливаться, например, в виде возбуждения электронной оболочки атома или молекулы. Свет проявляет капускулярное свойство в процессе такого взаимодействия, когда существенным, модельно осознаваемым, теоретически учитываемым фактором является излучение и поглощение некоторого дискретного количества световой энергии. Исключительно в этом смысле следует понимать утверждение Клышко и Белинского о том, что фотон является фотоном, если это зарегистрированный фотон. Представление о дискретности энергии, а не представление о точечных частицах фотонах, вот что реально существенно в корпускулярной модели света. Дискретность кванта энергии позволяет объяснить спектры атомов и молекул, но локализация энергии кванта в одной пространственно изолированной частице вступает в противоречие с экспериментальными факторами. Если квант локализованная точечная частица, тогда что происходит с этой частицей за время излучения или поглощения? Для квантов видимого света порядка 10-8 секунды. Громадное время по масштабам микромира на современной теории это объясняют. Не объясняют это и многие неортодоксальные модели фотона, предлагающие математически красивые, но недоступно для физической проверки модели фотона в виде различных геометрических фигур. Введение в теорию света протяженного кванта фотона дает возможность качественного понимания не только процессов излучения и поглощения, но и корпускулярных свойств излучения в целом. Теперь несколько слов о количественных параметрах фотов, самих фотов. Оценка идет количественная. В качестве примера возьмем без вывода нижнюю границу количественных параметров фотов, предполагая энергию двух гамма-квантов, возникших в результате аннигиляции электрона и позитрона, равной энергии покоя. То есть граничная. На самом деле там больше будет, потому что аннигилируют движущиеся частицы. Я беру для оценки неподвижно. Итак, количество фотов получилось в этом случае порядка 10 в 20-й. Заряд, переносимый одним плюс-минус микроквантом, получился порядка 10 в минус 39-й кулона. Приближенно, не учитывая на данном этапе исследования динамическое взаимодействие движущихся зарядов, можно считать, что в качестве центростремительной силы вращающейся пары субплантов выступает сила их электростатического взаимодействия. Из этого предположения можно получить радиус вращения центров зарядов. Он получается 2,28 на 10 минус 33 сантиметра. То есть, обратите внимание, что это имеет порядок планковской длины. Электрическое сечение, дальше получается, сигмоэлектрическое, это примерно 10 минус 65 квадратного сантиметра. Так как реально они гелируют не неподвижные, а движущиеся стилцы, я еще раз повторяю, что реальное сечение должно быть еще меньше. Оценка сечения фотона по методике КЭТ, в частности, у того же Хейзера, порядка 10 минус 71 сантиметра квадратного. Так, дальше. Удельный заряд микрокванта совпадает с удельным зарядом электрона или позитрона 1,76 на 10 в 11 кулона на килограмм. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что физическая природа микрокванта та же, что и физическая природа электрона или позитрона. Теперь дальше. Если субквант имеет гипотетический керн или центр, в котором сосредоточен его заряд и некую шубу из возмущенной физической среды, то электрическое сечение фотона не должно совпадать с его механическим сечением. Для радиуса вращения центров масс микроквантов, которые вращаются по окружности радиус R-механическая, здесь идет оценка, получаем R-механическая порядка лямбда, деленная на 2π. То есть получается, что лямбда – это длина окружности. Таким образом, длина окружности, по которой совершают вращательные движения центры масс субквантов, равна длине волны. Это совершенно естественно при равенстве поступательной вращательной скоростей в нашей интерпретации понятия длины волны. Но в этом случае получается, что для квантов в фотонах, появляющихся в результате рассмотренной выше аннигиляции, R-механическая – это порядка 10-22 R-электрическая. Шуба из возмущенной среды, окружающая плюс-минус керны микроквантов, имеет гигантские по сравнению с самими кернами размеры. Единственная возможность, может быть, не единственная, но я не увидел другой, осознать полученное отношение, считать, что вращение фотофимет вихревой характер. Так как в этом случае при равенстве линейных скоростей вращения, разноудаленных от центра вращения компонентов, их угловые скорости могут быть разными. Обратим внимание еще на одну особенность рассматривания модели. Поскольку субкванты движутся по окружности со скоростью С, я вывод этого обоснования опустил, С по окружности и С поступательно, их реально суммарно скорость равна С корня из двух. Поступать на скорость связано с механической энергией и импульсом фотона, а вращать на скорость связано с внутренней энергией фотона и моментом импульса. Суммарная энергия связана и с той, и с другой энергией. Если вычислить кинетическую энергию фотона по обычной классической формуле, используя суммарную скорость С корней из 2, то сразу получаем выражение для энергии МС квадрат пополам. Причем, давайте обратим внимание, скорость С корней из 2, это не абсолютно новый объект обсуждения, появился он не у меня, и в теоретической физике, он в современной физике фигурирует. Как отметил Томилин, вот данные этой монографии приведены, первым константу С корней из 2 ввел в рассмотрение еще Вебер. Это очень давно. Теперь заключение. Основные детали физического моделирования с этого кванта фотона. Читать или не читать? Страница целая. Читать, да? Так, первое. Вопрос. Время у меня есть. Вопрос. Вопросы у вас. Хорошо, давайте заключение я опускаю, давайте вопросы. Ведущий. Так, вот давайте. Очень интересное сообщение, значит, возникает много вопросов. Вот фот и субквад, это материальные частицы, по-вашему, или это просто возмущение неведомой среды? А это то и другое, верно. Возмущение среды это материальный объект, да. Ну, конечно, раз она материальная, то она возмущается. Второй вопрос. Вот, по-вашему, ну я вашу статью читал полностью, и ту, и другую, поэтому я задаю вопрос о том, о котором мы не говорили. Образование электронно-позитрона при столкновении двух фотонов достаточной энергии ведет по-вашему заключению материальности в среде, а не как быкновенной трансмутации. Что же тогда это среда в вашем представлении? Спасибо за вопрос. Значит, существует ортодоксальная наука, в которой фигурирует понятие физический вакуум. Ну, в отличие от технического вакуума, физический вакуум назвали. Что это такое? Это среда, которая, как определяется, имеет энергии, но не имеет частиц. Частиц нет, энергии есть. Другая точка зрения, неортодоксальная точка зрения, она рассматривается многими исследованиями, то есть назывались цифры уже, количество этих исследователей. Это эфир. Я пытался применить и тот, и другой термин. Тогда ортодоксы сразу мне навешивают все, что известно о физическом вакууме, и появляются противоречия. Неортодоксы навешивают мне все, что связано с разработками эфира. Для того, чтобы дистанцироваться от того и другого, потому что я симпатизирую тем, кто исследует эфир. Правда, сам не углубляюсь в это. Я назвал это в публикациях нейтральным названием среда. Среда с большой буквы, чтобы не путали четвергом, вторник. Последний вопрос, потому что другие тоже хотят ответить. Электроны спускают фотоны, а заряд остается постоянным у него. Значит, встает вопрос. Значит, внутри электрона есть еще какое-то что-то, которое... Пара возникает в среде. Пара возникает в среде, она гасит друг друга. Нет, подождите. Я же электрон испустил фотоны. Фотоны у вас это совокупность зарядов, фотиков, этих самых и так далее. Заряды ушли. Оно в электроне осталось заряд. Электрон остался, и он не испустил заряд, он испустил энергию. Энергия возникла в виде возмущения пар. А что, фотон не материальная частица? Материальная частица. Значит, он испустил материальную частицу? Материальную частицу. А в нем осталось что, которое несет заряд? Давайте мы дадим зону возможность задать вопрос. Один вопрос, просто глубже. Мой вопрос будет глубже. Итак, сущность фот, ваша сущность фот, о которой вы говорите, она имеет структуру? И если она имеет структуру, то тогда что есть дискретность по-вашему? То есть, еще раз, вот сущность фот структурна или бесструктурна? Если структурна, то что тогда дискретна? Значит, я, наверное, буду выглядеть как уклонившийся от ответа. Потому что на данном этапе я моделирую возбуждение среды в виде пары. Плюс-минус пары. Плюс-минус пара. То есть, эта модель неотделима от среды. Есть среда физическая, требующая изучения. Пара – это два. Вот один из элементов этой пары имеет структуру или нет? Вот по-вашему, ваше мнение, собственно. Ну, очень если коротко, это малые размеры пространственные, это электрический заряд, керн, я его назвал. Структура есть или нет? Что вы называете структуру? Структура – это значит, что есть еще компоненты. Дайте вас, Бог, кто-то другим задать вопрос. Этот вопрос я не моделирую. Можно вернуться к картинке, к слайду, где нарисована синусоида? Угу. Пожалуйста. Их несколько. Есть, есть, есть у меня. Несколько. Нет, нет, нет. Синусоида… Вот он. О! Значит, если это гармоническое колебание от минус бесконечности до плюс бесконечности, то это и волне, и не надо никуда бежать. В течение каждого периода она повторяется. Поэтому структуру гармонического колебания. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Простите, меня сейчас ограничат во времени. В чем вопрос? Это утверждение. В чем вопрос? Значит… Откуда возникает движение? Значит, гармоническое колебание или нет? Конечно. Я не отменяю весь наработанный математический аппарат. А волны нету. Поляризация света – это противоречить модели вращающегося фотона. Что есть в поляризации вращающегося фотона в вашей модели? Поляризация – это свойство не кванта, не микрокванта. Это свойство света. Это свойство света. Когда свет проходит через кристалл, то фотоны, будем применять для всего образования, фотоны с одним вращением, то есть с одним спином, не через все кванты, не через все кристаллы. Некоторые кристаллы обладают свойствами, когда все проходит… Значит, проходят по одному направлению, другие проходят по другому. Происходит сепарация. Да, но там же плоскость электростатистка, плоскость… Ребята, все… Это модельное представление. Это модельное. Можно ли другим задать вопрос? Можно, да? Вот мне показалось, что главное отличие от классических, ну, известных результатов в том, что масса фотона у вас много меньше, чем масса известных. Чем масса что? Масса фотона или кванта. Масса кванта, да? У вас она намного порядков меньше? Нет, в литературе, в частности, в энциклопедиях физических, порядка 10 минус 47, там идет оценка меньше. Более современная, меньше, чем 10 минус 51. У меня 10 минус 48, но это оценочные вещи, там много не учитываться. Если же брать квант, то динамическая масса кванта, оцененная по формуле МС квадрат, порядка 10 минус 33. То есть никак фотонный квант не могут быть. В этом есть отличие на несколько порядков, правда? Да, порядка 17. Опыты Лебедева по измерению давления света, ведь давление, оно пропорционально массе частиц, правда? Поэтому различить эти два варианта очень легко, много порядков, да? Поэтому вы анализировали это? Дело в том, что опыты сегодня позволяют работать с квантом, но не позволяют работать с его структурными элементами. Не достигли мы такой возможности? Поэтому я и назвал эту часть доклада метафизикой. Эксперименты Лебедева вы отрицаете? Достаточно. Что? Достаточно. Поговорите потом. Последний вопрос. Борис Михайлович, такой вопрос. Если я не ошибся, вы сказали, что скорость вращения атома, поскольку длина фото очень большая, должна быть синхронна с его длиной. Не атома, а вот этого диполя. Вот того, кто принимает. Да, вот электрические центры этого диполя вращаются с линейной скоростью по окружности с такой же, как поступательная. Это я опустил вывод, это выведено модель. Тогда такой вопрос. Солнце излучает свет в виде фотона и вращается. Земля вращается, потребляя эту энергию. Значит, скорость вращения Солнца должна быть синхронизирована с скоростью вращения Земли за счет... Я понял. Не готов двигать на ваши вопросы.